4 декабря Сколько времени, да? В общем, около 10 часов Едем на заседание в ПНЦ Судья Актуальный вопрос Актеологии и этнологии Центральной Азии В инфекции совпало С юбилеем нашего дорогого прокурсия Матюровича И мы как построители конференции Знаем, что это такое счастливое совпадение Так или иначе будет Значительная часть нашей конференции Посвятили юбилею нашего достаточного ветерана Одного из, не одного, а практически основателя Археологии Направления науки в Бурятском научном центре В работе Матюровича Коновалов И вот сегодняшние наши многие выступления Особенно в кулинарной части И вот в некем неформальном блоке нашей конференции И будут посвящены этому очень знаковому событию Для нашей гуманитарной науки Которая располагается в Республике Бурятии И представляет собой фундаментальный сектор Сектор фундаментальной науки Российской Академии Наук В работе нашей конференции принимает участие Председатель комитета по науке и профессиональному образованию Первый заместитель министра науки и образования Республики Бурятии Фоминская Галина Николаевна присутствует у нас в зале заседаний И заместитель председателя комитета государственной охраны Объектов культурного наследия Администрации Главы Республики Бурятии Правительства Бурятии Церенова Это же одно покое у нас Вот и вот История также в нашем зале Я должен сказать, что на нашу преференцию Примерно много наших уважаемых коллег Ученых, которых принимает научные сообщества Республики Бурятия Я имею в виду и наш институт И Бурятский государственный университет Это же кремия открытия в министерство образования и науки Республики Бурятия А с периодичным приветствовать всех участников конференции С начала ее работы А также отметить, что конференция посвящена 80-летним юбилеем учителя Крупным специалистом в гости и древней Исследовании для церкви истории церкви Азии Упрослуженному работе образования Республики Бурятия Заслуженному деятелю на муфе Республики Бурятия В области коммунитарных наук Доктора исторических наук А профессора, автора более 90 научных издов Бурятия 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 В числе сотрудников нашего министерства Достаточно много учеников Бурятия 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 Которые слушали все наши университеты И его увлекательные лекции о археологии Республики Бурятия 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 Наталья Бурятия Бурятия В итоге, подсказка к Экстамину сложился на влече и более на применение, когда серьезная картина сложилась в 50-м объекте, но и на самом деле сейчас очень серьезная картина стоит в том, чтобы привести эти линейки в соответствии с требованиями оценочной процедурой. Еще одной проблемой, достаточно серьезной проблемой для линейки является подготовка к педагогической карте. На сегодняшний день линейки муниципальной школы испытывают потребность 20 педагогов историков линейки. Поэтому сейчас принимайте сенечки, красавцы, сенечки и так же попытки для того, чтобы... Культура Светозаровой. Я объясняю ситуацию. Министры на самом деле предварительно были готовы сегодня купить у нас, но именно сегодня в 10 часов 30 минут у них начинается процедура назначения министров. То есть они теперь решили выполнить все легитимные обряды, но и тем не менее присоединяются к нам, исполняющие обязанности министров культуры Светозарова, вместе со своим приветственным адресом, и дают вам презент от Министерства Почгоровка Попробовича. В нашем поздравительном блоге я вот сейчас хочу подвести черту для того, чтобы не активизировать заполнительные какие-то силовые направления. Я тоже не буду зачитывать очень подробный и очень добрый адрес, который ваши коллеги по лаборатории археологии, технологии и антрофологии, института монголоведной патологии и технологии написали вам. Я просто скажу пару слов из этого адреса. То, что ваше имя хорошо известно как в российской, так и в мировой науке. Вы создатель археологической школы, которая уже многие годы радует всех нас выдающимися открытиями. Ваш вклад в развитие мировой науки трудно переоценить. Мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов и новых открытий. На все радости и поздравления я надеюсь, будет возможность сказать вам сегодня еще вечером. Я надеюсь, что прокопать очень много новых рукописей своих книг сможете распечатать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Начнем все-таки работу в Бадони, в Бузинском районе, на местах, которые, к сожалению, остались некоторое время без доглядано ученых. Я думаю, что подтвердим еще раз датировки четвертого века на Широ, те, которые в свое время проводил воевр-больший мэр. В школу, в 1880 лет, организатору и первому руководителю лаборатории археологии в Урязьском районе центра, профессору Коновару, прокурору в Байкорде, в Балусинскую, Севереневую и Мусско-Антельскую среднюю школу. И в том же году вступил в Иркутский государственный университет на историческое отделение историко-филологического факультета. Интерес к издевому и разводу в определенную роль в этом сыграли занятия в научном студенческом обществе университета и в особенности ежегодная работа в составе археологических экспедиций. Большое влияние на формирование мировоззрения молодого человека в период учебы в университете оказали выпускники старой классической школы, палеонтологов Иркутска, детище Вернгарда Петри. Один из них Михаил Михайлович Герасимов, антрополог и археолог, являлся начальником археологического отряда в составе братской биолого-палеонтологической экспедиции Восточно-Сибирского региона Академии наук, в работе которой в 1956-1959 годы принимал участие, прошел школу полевой археологии студент Прокопий Батюрович Коновалов. Уголение неудивания Зайцевой, Георгиевской, Германа Ивановича Медведеву, Владимиру Вячеславовичу Святину, Прокопий Батюрович Коновалову, путевку в науку. Именно эти ученые археологи составили второе поколение исследователей древности Южной Сибири. Под руководством еще одного классика Павла Павловича Хороших выпускник университета пишет дипломную работу «Материальная культура Курка». Тесное общение с преподавателями университета и выдающимися учеными-археологами, обладателями поистине энциклопедических знаний заложил основу научного преда Коновалова. Культурное достижение представителей древних цивилизаций не исчезает бесследно. Это, во-первых, существует преемственная связь между хронологическими, климологически различными ступенями развития культуры. И, во-вторых, необходимо изучать их археологическую археологическую археологию. СССР с февраля 1960 года по сегодняшний день служат науки в секторе истории, затем в секторе Загуберного Востока, в секторе этнографии и археологии, в отделе истории этнографии и археологии, в отделе истории культуры Центральной Азии, ныне в лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института Монголовения, Гудологии и Тимитологии, и при всех этих изменениях названий Прокопий Бадюович оставался одним и тем же человеком, ученым-археологом, который с каждым новым витком добавлял новые данные в археологическую науку. Научную деятельность юбиляра нужно условно разделить на три этапа. Первый этап связан с периодом учебы в университетии и первыми годами самостоятельной работы, знакомство с археологическими памятниками, освоение методики поиска и полевых исследований во время раскопок полиолитической стоянки Мальта и многослойного поселения Усть-Белая переросло в увлечение ранней историей человечества. Первые публикации Прокопия Бадюровича посвящены исследованию найденных и поселений эпохи Палеолита и Неолита на юге и в центральных районах Бурятии. Археологическая разведка в долине реки Хилок в 1961-й к вопросу «Одюнно-стоявка» из Университета, произведенная в 1924-25 году экспедицией Петра Кузьмича-Корзлова. Найденные предметы материальной культуры демонстрировались на международных выставках и вызвали сенсации среди ученых мира. В связи с волной возникшего агротажа всплыло полузабытое имя украинского уездного врача-антрополога Юлиана Доминиковича Татько-Кринцевича, первооткрывателя Хунгу на территории России. Юлиан Доминикович раскопал на юге современной Бурятии около ста захоронений в срубах и в гробах. Им были открыты большинство ныне известных археологических памятников Уну. Уже в советский период, в 1928-1929 годах, 12 захоронений были исследованы Георгием Петровичем Сосновским, два Алексеем Павловичем Охладником, Охладниковым 216 Антониной Владимировной Давыдовой. В результате проведенных исследований был получен значительный материал, который требовал нового осмысления и анализа. Необходимо отметить, что бесценные материалы, в частности Сосновского, не были опубликованы и сохранились в виде полевых отчетов, незавершенных рукописей в Институте материальной культуры, которые хранятся в архиве Института материальной культуры РАН. А материалы Давыдовой были опубликованы ею позднее, в 1996 году. Перед аспирантом Охладниковым стояла сложная задача переработать письменные источники китайской историографии, изучить известную литературу, набрать за берегу от учебы новый археологический материал и прежде всего выработать в себе необходимые качества исследователя, опираясь на элементы духовной культуры, психологии национального характера, рамки традиционного ретнического воспитания, системы ценностных ориентаций на природу и живых вверхов. Для объективной оценки сложившейся ситуации после достаточно длительного перерыва в исследовании культуры РАН на территории Бурятии Коновалов проводит рекогнозировочное исцискание на юге Бурятии в местах скопления археологических памятников РАН. Реактор первых исследований выдвигается в статью по следам Табько Гранцевича в 1970-м году. Для пополнения вещественных источников новым материалом возникла необходимость проведения масштабных раскопочных работ. Первый открыватель кунгских древности исследовал погребальные памятники в так называемом колодце. Раскопки велись ограничены только в центральной части погребального комплекса, чтобы вскрыть главную гробницу на глубине, порой и значительную, до появления средок материальной культуры. При этом курган и сопровождающие объекты оставались практически неисследованы. Ценным источником оставался сам курган, особенности его насыпки, надземных и подземных сооружений, скрытые детали погребального ритуала. Такая же методика методика доминировала и при работах экспедиции Козлова в Монголии. Раскопки захоронений в хунгу колодцам, ограбленных, как правило, в древности, имели значительные недостатки, которые исключали возможность реконструировать единый первоначальный проект возведения, архитектуру погребального сооружения, уникальную конструктивную схему надмогильных и внутримогильных конструкций целостного объекта. Возникла необходимость разработки новой методики, которая выдала совершенный инструмент для фиксации надмогильных сооружений, контуров могильной ямы, грабительского ухода и в целом исторического анализа. Проход для Мадюровича в ходе паревых работ был выработан и применен метод расчистки широкими площадями, когда раскоп значительно превышал по размерам контуры надмогильного сооружения и сопровождающих захоронения объектов. Этот метод и скрупулезно-тщательная фиксация находок и деталей погребальных сооружений был применен для исследования как рядовых захоронений, так и крупных княжеских курганов. Практически одновременно со сбором материалов по диссертационной тематике Прокопий Мадюрович становится исполнительным темой в рамках заданий Госкомитета Совета Министров Кунские памятники Завайкария, Совета Министров СССР Кунские памятники Завайкария и методики их изучения. В завершение работы над заданием Госкомитета совпало с защитой диссертации погребальные памятники Хуму в диссертационном совете Института истории, филологии и философии Сибирского отделения РАН в 1975 году. Результаты работы были опубликованы монографическим исследованием Хуму в Завайкарии погребальные памятники в 1976 году. В середине 1970-х годов Крокопий Батюрович впервые создает тематическую группу артеологу Бенце Соран, исследование которых охватывает широкий хронологический диапазон от палеолита до позднего Средневековья. Руководство группы сочетается с активной исследовательской работой. В Уряте продолжает опробироваться методико-раскопов, предложенных на раскопках княжеского кургана Глимовой богини. Многократная прослойная фиксация в чертежах и на фото по мере углубления позволила получить документацию, которая чрезвычайно расширила представление о технологии строительства царских погребений зигурантного типа полной неожиданностью переделась открытие сложнейшей системы внутримобильных каменных транспорций в плату сейсмических поясов, носящей ясный след древних цивилизаций Востока и свидетельствующих о близких связях и посредственных контактов со странами древнего Китая Результаты исследований были опубликованы в 2008 годах в монографии усыпальница пунтского князя в Суджи Ильма Лупаль Забайкале в 2008 году он принимает участие в раскопках памятников истории культуры древнего и средневекового населения Монголии в составе советско-монгольской историко-культурной экспедиции в 2007 в 2009 году в 2012 году еще и в 2012 году работал по совместным научным проектам в составе российско-монголо-американской археологической экспедиции в Монголии по раскопкам погребальных памятников кульмол Третий период научного творчества Прокопия Батюровича связан с вопросами этнической идентификации археологических культур на территории Центральной Азии и Южной Сибири начиная с древности вплоть до позднего Средневековья он первым среди своих коллег в регионе начал целенаправленно заниматься проблемами этногенеза мосгольских народов в целом где затрагивались в частности вопросы происхождения бурятского народа десятилетиями собираемые материалы из письменных источников и результаты многолетних археологических исследований в Бурятии и Макгории в широком хронологическом диапазоне от бронзового века представленного погребально-опоминальными сооружениями культур критичных могил и культур курганов Кириксуров и до захоронения позднего Средневековья нашли свое отражение в монографии этнические аспекты истории Центральной Азии древности Средневековья в 1999 году и в 2000 году в диссертационном совете институтом отголовении в узгологии и демитологии им была защищена докторская диссертация Прокопий Мадюрович возглавлял археологические экспедиции БНЦ Суран результаты которых обобщены многочисленных докладов и выступлений как в России так и за рубежом его научный интерес широк и многогранен археология история филология бутура религия народов Центральной Азии огромный багаж знаний позволял ему совмещать деятельность ученого и педагога в течение десяти лет с 1981 по 1991 год он читает общий курс археологии основы археологии и археологии СССР для студентов первокурсников исторического факультета Бурятского государственного педагогического института имени Даржи Банзарова на гуманитарном факультете Бурятского филиала Новосибирского университета в 1995 году избран заведующим капитра истории археологии и этнографии на Восточном факультете Бурятского университета и вел дополнительный спецкурс истории археологические материалы Сибири этногенез и культура генез монголов и истории народов Центральной Азии и Дальнего Востока Широкая эрудиция и глубокие знания позволяют Прокопе Батюровичу выявлять интересные малоисследованные проблемы в истории этнологии религиеведения монгольских народов и наметить пути их решения он он автор более 150 научных трудов находится в прекрасной творческой форме плодотворно трудится еще недавно его можно встретить было на просторах Монголии и Бурятии в экспедиционном УАЗике для него характерна необыкновенная тщательность в работе чуткость и доброжелательность в отношении коллег необычная спромность необычайная спромность в среде макголоведов Прокопий Батюрович пользуется высоким научным авторитетом в 2012 году награжден медалью Хабилай Хан Академии Наук Монголии в апреле 2017 года он избран почетным доктором Института истории и археологии Академии Наук Монголии что свидетельствует о высоком научном признании российского ученого мы от всей души поздравляем Прокопия Батюровича желаем крепкого здоровья успехов в реализации научных идей и дальнейшей подопорной работы но вообще должен сказать что Прокопия Батюрович раздвигает этот оптимизм в отношении границ нашей творческой биографии ему дано счастье быть поисковиком исследователей при исполнении 80 лет при достижении этого почтенного возраста до последнего времени он в археологической экспедиции он является также нашим наставником не только молодых но и уже почтенных и имеющих значительный опыт археологов и и дальше продолжает вести за собой новые темы археологических исследований еще раз большие поздравления вам Прокопия Батюрович от нашего научного сообщества а а а